Так, продолжаем. Вторая часть видео. Это мы уже все посмотрели в прошлом видео. Первую часть, посмотрите, вот здесь вам показывает зайчик милый пушистый. И поехали дальше. Всех приветствую, кто зашел первый раз на канал. Это вторая часть видео покупок из магазина FixPrice и коллекцию кое-что из Дня Света Валентина мы посмотрели в прошлом видео. И 100 штук каждого пакетика вот таких ватных дисков, ультрамягкий, аура классик. И стоит каждая пачка 27,50. Вот один диск. Выглядит вот так, обычный. Даже с какими-то крапушками. Не особо-то он и гладкий, кстати. И типа такая имитация прошитого края есть. Ну, 200 штук за 55 рублей выгодно взять. Качество ауру уже не могу сказать. Давно не покупала, не пользовалась. Ну, посмотрим. Вот такую мужскую шапку я опять прикупила. И так ходить везде и во дворе, и куда надо. Мужская шапка, значит, у нее размерчик 56-62, обхват головы. Она хорошо тянется. Состав 100% акрил. Делает у нас ее Корчаева Черкесия, Учки Кенси Лом. Она тонкая достаточно. Ну, для красновского края отлично. И она тянется хорошо. И даже и мне спокойно могу натянуть себе на голову. Так, вот какая-то нитка прицепилась. Внутри качество вот такое. Нитки торчат, но это все можно обрезать. И мне понравилась она такого темно-синего глубокого цвета. И плюс здесь вот такой симпатичный узор. Думаю, ну, вообще ходить хоть где, хоть во дворе. Да хоть те же самые горы съездить одеть. Вполне хорошо. Также приобрела я за 55 рублей вот такое средство. Чистящий комплект для экрана всех типов. 75 мл. И салфетка 10 на 12 см. Так, я знаю, что уже ее хвалили. Поэтому, в принципе, и купила. Содержит чистящие средства спрей. Так, и что оно у нас с антибактериальным эффектом? Пролонгированного действия. Чистки экранов любого типа LED, плазма, проекционных ТВ, фоторамок, компьютерных, мониторов. В общем, мониторов, ноутбуков. Куда что хотите, то ими вытирайте. Я, конечно, уже воспользовалась. Быстренько протерла мониторы. Знаете, оказалось, что здорово, без всяких разводов протирает. Хорошо распыляется. Отличное средство. Мне прям понравилось. Хорошая тут салфеточка. И мониторы у меня теперь блестят. Вот. Такая приятная. И протерла именно этой салфеткой. В принципе, ее хватило. В принципе, много-то и не надо для мониторов. Она такая под замшу сделана. Приятная такая ткань. Мне понравилась. Так что я рада, что купила. Надо было раньше купить. А то не в каждом магазине теперь это средство продается, хочу сказать. И вот так, в принципе, очень удобно хранить. Так что за 55 рублей рекомендую это средство. Мне оно тоже очень понравилось. Кстати, там появилась новинка в нашем магазине. Это также для мониторов различные салфетки. Цена, я не знаю какая, но салфеток было 100 штук. В круглой такой стандартной классической банке. Они оттуда вытягиваются. Было написано, по-моему, профессиональные. Я не стала покупать. Не было цены. И в итоге думала-думала. Все-таки взяла это. Так как уже отзывы не один раз слышала. А там неизвестно, что банки продаются. Надо еще теперь послушать отзывы. Ну и обычно такие салфетки у нас стабильные. Они по жизни до конца не... Мы до конца их не могли использовать. Они постоянно высыхали. Это, я думаю, более как-то более надежный вариант. Конечно, по 50 рублей вот такие хорошие батарейки. Алкалиновые. 4 штуки. Отлично. 50 рублей всегда берем. Очень люблю покупать Орбит. Именно вот такой. По выгодной цене 55 рублей стоит 3 штуки. Это выгодно. Сладкая мята. Ну почему нет арбузика? Либо других вкусов. Не знаю. Всегда вот мята, мята и мята. Которую я не очень люблю. Ну так как выгодно, грех не взять. Ура! Наконец-таки нам завезли вот такие вкусненькие марципаны. Вот такие вкусняшки. Я смотрю, уже у многих есть. У нас все нет, 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 нет. Наконец-таки привезли. Вот такая здоровая конфета. Думаю, кстати, она маленькая какая-то. А здесь она достаточно большая. Стоит она 77 рублей. Масса у нее 100 грамм. Я люблю вот это вот тесто. Мне оно нравится. И я прям дико хочу уже его попробовать. Такую вкусноту. Давайте пробовать. Буханка называется. Покрыта шоколадом. Так. Торговая марка. Зентус какой-то так. Продукт готов. Состав. Сахар. Миндаль 21%. Инвертный сахарный сироп. Какао тертая. Сироп глюкозы. Какао масло. Цельное сухое молоко. Мульгатор. Глицетин сухой ферментный препарат. Так. Можешь содержать другие орехи. Так. Калории можете прочитать. Мне это уже не важно. Мне так хотелось, чтобы эти конфетки шикарные такие привезли к Новому году. Но к Новому году они у нас так и не появились. Вот. Хотела вложить их в подарочки. К сожалению, не было. Так. Как тут все открывается. Боже мой. Так разобралась. Вот так все это внутри выглядит. Да. Это такая прям буханка, можно сказать. Такое батонище. Тяжеленький. 100 граммовый. Давайте разломаем. Я обожаю разламывать эти конфетки всякие. Вот так вот. Опа. И вот такая прям очень похожая на кокос внутри. Ну. Вкусно. Сейчас понюхаем. Пахнет шоколадным марципаном. Можно сказать, обычный марципан, ничего волшебного. Кстати, название намного красивее звучит, чем сам марципан. По вкусу. Ну. Очень прикольная штука. Поэтому всегда люблю покупать марципанчики. Потому что все-таки покупаем их не часто. Вот. И побаловать себя иногда можно. Следующие марципанчики привезли картофельный. Видимо, форма картошки. Выглядит вот так пачка. Тоже стоит 77 рублей. Также 100 грамм. Германия. И посмотрите, кому важен состав. Мало ли что. Все-таки орехи можно кушать далеко не всем. Марципанная картошка называется. На стол. Внутри лежит вот такой мешок картошки марципановой. Очень надеюсь, что их катали не руками. Я уже один шарик слопала. Вкусный марципан. Мне даже больше понравился, чем в шоколаде. Вот. Вот такая внутри начиночка. Сама масса. Вкусная, отличная. И хорошо, что нет шоколада. Все-таки шоколад для меня вкусный. Немножко смешивается с шоколадом. Становится менее вкусно. Этот марципан мне нравится больше. Из-за отсутствия этого дурацкого шоколада. Ну, вообще, кто что любит, выбирайте. Мне так больше картошечка нравится. Далее появились вот такие у нас коровки. Нейтральный продукт. На сливках написано. Эта пачка маленькая. Цельно сгущенная с сахаром. Конфета сливочный каприз. 200 грамм. Стоит 27,50. Делает Московская область. Город Красноармейск. Давайте пробовать. По густу. По густу. Кстати, забыла показать состав. Но мне кажется, здесь состав более-менее щадящий. В отличие от других конфеток. Я очень люблю коровки. Думаю, многие также со мной согласятся. Конфетка выглядит вот так. Сливочный каприз. На сливках. Стандартная конфетка внутри. Выглядит она вот так. Кстати, липнет к рукам. Свеженькая такая, наверное. Но раз липнет, отломать-то я ее не могу. Отсломала. Видите, значит, она плотная, твердоватая. Вкусная. Конфетка мне понравилась. Вкусная. Чувствуется легкий сливочный привкус. Я бы не сказала, что прям сильно сливочный. Но легкий. Ну, естественно, она очень сладкая. Знаете, бывают конфеты очень сладкие. Бывают фильтрно-сладкие. Вот это вот такая чрезмерно сладкая. Мне хочется сахарку здесь немножко убавить. Но все равно вкусненькая. Мои повторные конфеты «Лукоморье мини». Я их покупала. Помню, показывала. Конфеты с тягучей камелью и кранчами. Но я забыла, какие они внутри. Я покупала, ела, показывала. Но я не помню, что там внутри. Поэтому нужно там посмотреть. Смотрите, 250 грамм. У меня уже спутались все конфеты. Что там, какие вкусные, какие не очень. Кстати, состав, кого волнует. Смотрите, пожалуйста, нажимайте на стоп. Самарская область. А, нет, это юридический адрес. Производство. Республика Татарстан. Тукаевский муниципальный район. Вот, можете прочитать. Блин, я списала баллы в чеке. Теперь непонятная информация. По-моему, либо 50, либо 55 рублей. Но не больше. Максимум 55. Конфетки внутри выглядят вот так. Зеленые, разные расцветочки. Я не помню, разные они внутри или одинаковые. Все, надо все пробовать заново. В зеленой этикетке вот такая конфета лежит. Прям не знаю, смогу ли я сломать или нет. Вот, не могу. Выглядит конфетка внутри вот так. Разрезала ножом. Сейчас попробуем на вкус. Кранчо и карамель внутри. Хоть внутри и вафли, которые я терпеть не могу лично. Я, конечно, это не все так к ним относятся. Но конфеты воздушные, вкусные. Я, по сути, вспомнила ее вкус. Их, по-моему, не там все одинаковые должны быть. Розовую этикетку открыла. Конфеты то же самое. Так что все конфетки одинаковые, только разные фантики. Ну, конфеты вкусные. Стоит покупать. Кто не пробовала, попробуйте. И одни из конфет, которые я очень люблю, это Ронни. Это я уже повторно, естественно, покупки. Суфле. Я думаю, все пробовали. Но кто не пробовал, посмотрите. Я вам сейчас покажу. Это Конти делает их вкус. 350 грамм, 55 рублей не стоит. Вот суфле. Волнующее. Кто волнуется за состав, прочитайте. Вот, на стоп ставьте. Он здесь большой. Конфетки выглядят вот так. У них замечательное оформление. Они пахнут уже с пакета. Очень ароматизированы. Вот такая симпатичная коровка. Внутри изображена коровка. Хотя больше похожа на бегемотикам. Вот. И конфетка, естественно, очень вкусная. Даже долго можно не ходить. Вкусная, отлично. Вот такая внутри очень мягкая. Единственный минус этой конфеты, что слишком толстоват шоколад. А шоколад все-таки тут не стопроцентный. Это глазурь. И она портит, конечно, все впечатление. Ну, с чаем, знаете, будет лучше, конечно, чем просто так жевать. А так конфеты вкусные. Ну, и, конечно, вкусные пряники. Я хотела их повторить. Я их опять купила. С натуральным медом. Пряник с апельсиновой начинкой, корицей и цукатами. Три штуки опять взяла. Вкусные, классные. Кто не видел, сейчас вам покажу. Масса 140 грамм. Изготовитель город Тула. Гляньте состав, кому нужно. Посмотрите. Правда, здесь очень мелко написано. Еще и отсвечивает. Поэтому уж как есть, так есть. Читать я буду долго. Сиду почитать сама. Пряник, конечно, тульский. Красавчик. Мне нравится. Я обожаю тульские пряники. Самовар, матрешек, покупала посадские платки. И все наше исконное, жестово, городец. Ой, я все это так люблю. Естественно, я очень часто покупаю тульские пряники во всех магазинах. Единственное, что первый раз я увидела пряник здесь в фикс прайсе. Именно с таким вкусом, как корица и апельсиновая начинка. Пряник очень свежий, вкусный. Я уже его покупала, поэтому пробовать не буду. Сразу скажу, здесь очень приятный. Чувствуется именно апельсиновая начинка. И также чувствуется цукатки. Иногда реденько оно попадается. Также чувствуется корица, не ядреная, очень приятная. И такая, даже кто не любит корицу, вам она должна понравиться. Также у меня в этой закупке большой были вот такие пазлы предсказания. Но я показывала их в прошлом видео. Они там уже в собранном виде. Так что, если вам интересно, какие же там предсказания внутри, и они все разные, можете посмотреть по этой ссылочке. Пушистик вам показывает, где. Проходите, смотрите. Это первая часть этого видео. Стоят они 25 рублей каждая штучка. Магические предсказания. Очень интересно. Ну и классно было их собрать. Ну, в принципе, на этом мое видео закончилось. Всем большое спасибо за просмотр. Всем до свидания. Всем пока. Нажимайте на колокольчик, чтобы поймать на следующее видео. Обязательно подписывайтесь, чтобы опять же поймать все мои видео. И огромное спасибо за просмотр и за подписки. Всех целую.